Всем здравствуйте, с вами я Хефейк и сегодня мы с вами будем делать игру кардральник за 12 минут. И как бы результат сейчас виден на ваших экранах и думаю это достойно лайка и подписки на канал. Хотя с подпиской наверное я немножечко так оборзел, но ладно, не важно. Давайте уже приступим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Немного ждем И аналитику мы сейчас не будем включать, то есть такую слишком запользователю, так сказать. То есть аналитика, как он играет нашу игру. Давайте уже создадим наш проект. Ну вот у нас запустилась Unity и первое что мы сейчас сделаем это установим нужные ассеты. Вот зайдем здесь в колочку Assets Store, если у вас нет кто добавьте ее через Windows Assets Store. Давайте напишем здесь Standard Assets и найдем вот стандартные ассеты. Ну, очевидно, да, вот. Нажимаем. Они у нас бесплатные. Это очень хорошо для нас. А, сейчас прогрузится тут все. Так, так, так. А, и... О, бесплатно, да. И сейчас вот кнопка до ван лад, до ван лад. Не важно, в общем. Скачиваем, ждем, опять ждем. А, ждем. Еще ждем. И у нас появляется кнопка Import. Нажимаем на нее. И у нас все импортируется в наш проект. Ну, еще вот тут табличка такая. Короче, выбираем здесь все. Вот, значит, может тут даже не нужно нам и все импортировать. Но, вовсе как. Все импортируем. Не важно. Ну, вот, у нас все импортировалось. Появились новые папочки. Зайдем сейчас в папку Sample Sense. И там найдем папку Sense. Тоже заходим в нее. И выбираем здесь сцену под названием Car. То есть машинка, да. Он у нас запускается. Он запустилась. И сейчас вот я вам покажу, что там находится. Сейчас. Вот. А, здесь как бы вот препятствия всякие там, да. Довольно таки вот это все прикольно уже здесь сделано. А, и давайте сейчас протестим все это для прикола. Да, да, у меня сейчас, конечно, будет лагать. Я понимаю, да. Но все-таки поймите, у меня комп, ну, не очень мощный. Даже не очень средний. Он очень слабый. Да. Плюс у меня еще и Unica сама лагает. И Bandicam. Там, тут прям вечеринка вообще вся. Ну, ладно. А, и что, в общем, дальше. Дальше. Зажаты клавиши Ctrl. Мы выделяем машину и камеру. А, так, где она? А, вот она. Отлично. Теперь нажимаем правую кнопку мыши и нажимаем Copy. Идем в нашу старую сцену. Она находится у нас вот здесь вот. Запускаем ее. Впрочем, теперь создадим для нашей игры ландшафт. Для этого мы делаем вот такую вот штуку, да. Создаем его вот так вот, в общем-то. Да. И у нас пока что создалась тупая плоскость. Но, на самом деле, потом мы его просто все это исправим. Сейчас мы нажимаем клавишу, сочетание клавиш Ctrl V. И у нас на нашей сцене появляется машинка с камерой. Собственно говоря, что дальше? Дальше давайте их подвинем, потому что они заспавнились не в самом лучшем месте. Зажимаем Ctrl, выделяем машинку и камеру, которая скопировалась. И все это мы двигаем куда-нибудь подальше от края. Что еще? То, что нам нужно еще удалить, старую камеру, которая нам уже не нужна. Она нам будет только мешать, на самом деле. И, в принципе, давайте уже протестим, что у нас получается. Вот мы там ездим. Все, в принципе, как и раньше. Ну, давайте уже приступим к настройкам нашего террора. Точнее, к созданию его вообще. Нажимаем на кисточку и выбираем вот здесь вот это меню. И, как мы теперь можем рисовать. Ну, что еще к то есть добавили. То, что мы еще можем изменять размер кисти. С помощью вот этого параметра. Также мы можем изменять силу рисования, так сказать. И попробуем, получается вот что-то вот такое вот. И, в принципе, так можно уже и создавать. Также можно менять кисти. То, что вот такие нужная функция для нас. И получается вот что-то вот такое вот. В общем, тут быстро вот так все-то наделал. Побросал. Теперь разрисуем наш террейт. Выбираем вот этот пункт. И что дальше? Дальше мы нажимаем на вот эту вот кнопочку. Вот на вот эту вот. И здесь нажимаем Create Layer. Здесь мы ищем, допустим, текстуру травы и... Сейчас вот где она? А вот она, отлично. Нажимаем на нее. И наш террейт покрылся этой текстурой. Допустим, добавим еще какую-нибудь текстуру. Также нажимаем Create Layer. И ищем здесь новую текстуру. Допустим, текстура камня. И разукрасим ей гору. Примерно вот что получается. Может как бы сейчас не очень это выглядит. Но это исправляется использованием разных кистей. И разных текстур. Текстурах. Текстуром. Текстурой. Короче, поняли. Я думаю. Ну, в общем, получается что-то вот такое вот. Да, да, да. Лагает, я понимаю. Но... Ну уж. Извините, пожалуйста. Ну, ладно. Что дальше. Ну, а теперь мы добавим деревья на наш террейт. Для этого нам нужно нажать на кнопку с деревом. Давайте сейчас это сделаем. Нажимаем. И здесь нужно нажать на вот эту вот кнопку. Нажимаем. Нажимаем Add. И здесь мы нажимаем на вот кнопку с кругом. И ищем здесь дерево. Допустим, вот это дерево. После чего нажимаем на кнопку Add. И у нас добавляется дерево. Давайте изменим немного силу нашей кисти. И сделаем ей больше размер. И попробуем нарисовать что-нибудь. Вот что у нас получается. Ну и рисуем так же где-нибудь еще вот здесь вот. И, в принципе, все. Ну, а теперь добавим травы на наш террейт. Нажимаем на эту кнопку. И здесь, в принципе, все то же самое. Ищем вот эту кнопку. И здесь нажимаем Add. Нажимаем опять на кругляшочек. И здесь ищем текстурку травы. Допустим, допустим, вот эту вот. Тут нажимаем тоже Add. Теперь мы можем рисовать. Вроде рисуем, но ничего не видно. Но это издалека ничего не видно. Вот нам нужно просто приблизиться. Так, уменьшим сейчас силу. Чтоб травы было не слишком много. Даже еще уменьшим, я думаю. Так. Ну и вот что примерно получается. Ну и нарисуем так по всей карте. И что еще? Добавим, допустим, какое-нибудь препятствие. Зайдем вот по этому пути. И здесь поищем какое-нибудь препятствие. Что нам понравилось. Ну, допустим, допустим. Вот. Вот это вот, да. Вот. Сюда его поместим, допустим. И... С помощью клавиш Ctrl D мы скопируем этот объект. Чтоб получилась вот такая вот шняга. Вот. Вот такая вот, да. Вот так будет красивее. Ну, это несколько раз делаем. И получится что-то вот такое вот. Думаю, прикольно получилось. Добавим также еще препятствий. Вот. Это вот можно добавить. Поместим его вот сюда вот примерно. Также подвинем подальше немножечко. Вот сюда вот. И... Можно еще, думаю, что-нибудь добавить. Допустим, вот эти кубики. Сюда поставим. Ну, повернем их. И... В принципе, в принципе... Я думаю, уже все. Не забывайте про комментарии, что абсолютно каждый коммент попадает в следующий видос. Ну, единственное, что он должен быть нормальным, в принципе, и все. Ну, я думаю, вам понравилось все виденное. Ну, ведь так вот. Ну, может, вы не все понялись. Ну, может быть, такое вот. Но... Надеюсь, что вы все поняли. Все-таки, да. Надеюсь так. Так что, пожалуйста. Поставьте лайки и подпишитесь на канал. Ну, в общем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.